И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас старт нашего замечательного Хэллоуина и мы наконец-таки заходим на нашего, без донатик, это у нас 11 серия, это видос в котором я бы хотел бы немножечко больше поговорить про Хэллоуин, про то что у нас вообще в игре здесь у нас сегодня появилось, также открыть контейнеры, Ну и поговорить о скинах, скорее всего на момент выхода видоса уже у нас есть видеоблог в игре и есть информация, но у нас появляются новые демоник скины на васп и на жигу, васп, жига, демоник, новая появляется, интересные моменты, также появились заданочки, сегодня на данном видосе постараемся, Что-то что-то выполнить, проблема одна наверное из самых неприятных, это то что к сожалению 10 ультра контов я на этом АКе скорее всего не получу, потому что здесь пушки, молот, твинс, рикошет и корпуса, арест титан мамонт, ни того ни другого у меня нету, ну и это аккаунт по страйкеру, Поэтому к сожалению 10 ультра я сверху не заберу, но, 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 но у нас и без этого есть хорошее количество бабосика, бабосика, которое мы сегодня откроем, я сейчас только посмотрю, сколько у нас лайков было набрано на предыдущем видосе, А именно который был у нас 4 дня назад, у нас набрано 136 лайков на момент записи видоса, это значит, что полноценно мы сегодня 14 контейнеров откроем на нашем аккаунте, накопил я себе уже в сумме, если с ультра контейнером считать 30, 30 голдов, Ну и вчера поздно вечером забрал себе сюда премочку, чтобы можно было уже на ивентовых выходных поиграть, понабивать заданочки, ну и выполнить возможно большое количество миссий, поднять звание и что-то себе интересное сюда еще конечно же приобрести, ну и челлендж тоже заодно пройти, Поэтому начинаем с открытия контейнеров, дальше пикаемся уже куда-то в бой, ну и я бы наверное там немножечко тоже поговорил по поводу демоник скинов, то как я вижу все это дело, и как я думаю можно будет их получить, так открываем ребяточки, сначала ультра, раз, 10 тысяч кристаллов, ташечки, мне бы аптек, о супер, сюда, хорошо, шикарно, только сказал про аптек, сразу упали, а может еще аптек, больше так не работает, 10 тысяч кристаллов, неплохо, пойдет, и еще 10 тысяч кристаллов, супер, кристаллов фармятся, у нас сегодня скидок еще нету, но у нас совсем скоро будет еще скидки в гараже, можно будет на скидках в гараже тоже много чего прокачать, так, ну и нам на 7 обычных открыть еще, это первый, это второй, это третий, 3500, это четвертый, пятый, шестой, аптечки супер, и седьмой, 3500, не упало ничего такого, сверх жесткого, но расходочка дропнула, у нас еще 16 лайкозавров, 16 контейнеров осталось, не забывайте, что каждые 10 лайков, это открытие одного контейнера, поэтому прожимаем лайки, все в этом плане работает как часы, ну и смотрим на те заданки, которые у нас есть, постараемся выполнить, бои у нас 15 минутные, штурм, контроль точек, и повышенную урончик собрать, в принципе можно все на видосе выполнить, все может у нас получиться, дико страйкер наш рабочий, имеется режим уже новый, я на основе записал, его уже после этого успели изменить, изменить с одной стороны в лучшую сторону, с другой стороны в худшую сторону, если можно было там на джаггере пофармить на момент записи видоса, сейчас там на джаггере уже не пофармишь, и там, ну такой режим, знаете, как, ну, наверное, для меня не особо интересный, да, то есть я бы и так на подпиках можно было там, конечно, пофармить кристаллы, я с точки зрения, конечно же, фарма, если уж рассчитываю рекордов, то там можно было неплохо заработать, ну а так, в плане там голдов, ловли всего этого, песочница, которая была, песочница была намного прикольнее, намного жёстче, поэтому я, наверное, бы этот, этот именно спецрежим Хэллоуинный так особо сильно не расценивал. Но сегодня у нас есть повышенный опыт и фонды, возможно, даже за этот, не, ну, наверное, за этот видос мы не получим здесь званочку, но очень сильно хотелось бы, мне дозвание 20, сколько, 28 тысяч? А, нет, а, ну да, 28 тысяч, 28 тысяч мне дозванки, ну, вряд ли, конечно, я смогу здесь её получить. Так, у нас голды здесь ребята бросают, можно попробовать голды забрать, если они где-нибудь в моём поле зрения. А, даже обычные, которые скидывают, они падают в виде метеоритов? Серьёзно? Офигеть, я этого не знал. Они падают в виде метеоритов, а ну туда можно поймать, наверное. Посмотрим, где падать будет метеоритик. Ну ладно, я лучше доставлю на верочку, а то ещё останусь ловить, не поймаю, ещё и не доставлю, вообще будет провалище. Я вообще расстроюсь. Ой-ой-ой, Хантер едет, а я успеваю? Нет, я не успеваю. Хантер тоже? Не успел, к сожалению. А, не, успел, успел, Хантер забрал. Не было, что не отдавал. Так, раздадим овердрайв. Овердрайв у нас, друзья, копится теперь тоже дольше, если что. Овердрайв по пыкселе, но об этом я поговорю на основе. Думаю, что даже может быть уже и видос. Сосновый тоже выйдет на момент записи и выхода этого видоса. Не знаю точно пока что, конечно, что по очереди у нас будет выходить. Но овердрайва теперь копится тоже дольше. Но я так понимаю, что пассивный набор овердрайва остался прежний. Единственное изменилось это то, как овердрайв теперь набирается за доставки и за уничтожение оппонента. Да, то есть там он стал чуть ли не в два раза дольше набор этот. Но, с одной стороны, меньше овердрайвов, меньше проблем, что тебя будет где-то контролить. С другой стороны, особо сильно ничего не поменялось. Потому что большое количество игроков зарабатывает большой процент с пассивного набора овердрайва, а не с активного из набора киллов. Поэтому для тех, кто играет наоборот, более грамотно, более качественно, они будут иметь меньше овердрайвов. А те ребята, которые играли раньше, как, ну, как играют, да, знаете, там, не супер скиллово, не супер на киллы, не супер там что-то делают полезное, то, в принципе, в их игре особо-то и ничего не поменяется. Может быть, там на пару секунд их овердрайв будет медленнее накапливаться, а так нет. Так, доставочку оформляем. Нет, к сожалению, не дотянул чуть-чуть до доставки. Но было бы неплохо, конечно, здесь... А, досрочку мы не сделаем, да? Сейчас же 150, 150 очков в штурме. Хотя можно, наверное, попробовать. 150 очков теперь в штурме. Это значит, что надо доставить не, 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 не 20 флагов, получается. А сколько? Сколько надо флагов доставить? 30, да? 30 флагов надо поставить. Я понял. 30 флагов. А, нет, не 30! Нам же поменяли флаги, видите, по 6 очков дают за доставленный флаг. А-а-а! Так, подождите, по 6 очков за доставленный флаг, это быстрая математика. Это значит, сколько? Это сколько? Это 25? Это 25, получается. Если я правильно посчитал, то 25, да. 25. Ну, Артёмочка, если что, меня проконтролирует, проверит. Правильно я там посчитал неправильно. Артёмочка у нас теперь главный математик игры. Поэтому, если что, если кто вдруг там с математикой не справляется, Артёмочка главный контроль по математике. Он, если что, знает, что 7 на 5, 45, да, он сразу знает. Поэтому, если что, обращайтесь к Артёму. Он быстро вам всё расскажет. Так, ну, а мы пробуем доставлять. У меня уже 555 очков. Не сказать, что я здесь опыта много заформил. Опыт что-то как-то особо, что-то, что-то не фармится у меня. Что-то не фармится. Я думал, здесь можно будет побольше опыта заработать. Но, к сожалению, к сожалению, особо много ничего нет. По поводу демоник скинов. По поводу демоник скинов. К сожалению, ну, не к сожалению, вообще, в принципе, мне, наверное, на этом аккаунте они-то и не нужны, да, но если уж просто поговорить про них, то я думаю, ну, пока ещё видеоблога нету, я думаю, что будет какой-то у нас отдельный ивент, где можно будет получить у вас по жигу демоник. И для этого там надо будет, как с космосом, что-то ивентовое пройти, чтобы и эту комбинацию вас по жигу демоник получить. При том, что у нас и жига новая, и васп новый. Я думал, что просто появится, например, новый васпик, да, ну, либо новый, любой корпус. А пушка у нас останется та, которая была, но они добавили и новую жигу, и новый васпик. Поэтому будет очень интересно посмотреть, что нужно будет сделать. Но я авангую, что это будет определённый специальный ивент. Возможно, даже без доната нельзя будет это получить, да, ну, это, наверное, даже скорее всего. Без доната нельзя будет получить. Но и те, кто имеет монеты, те, кто могут себе позволить, получат васпожижу. А может и без доната можно будет васпожигу получить. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим, будет интересно в этом плане. Так, у меня 800 очков уже. 800 очков. Очки, конечно, теперь тут можно зафармить в этом штурме очень много. 15-минутные бои, я вам сразу скажу, что для моего без доната это не самый прикольный моментик, когда нет у нас повышенных фондов. Когда повышенные фонды есть, то очень круто. Можно зафармить, понагибать и заработать, да. То есть в этом плане вообще всё чётко. А вот когда уже у нас нету этих замечательных повышенных фондов, 15-минутные бои, я считаю, что это, ну, наверное, не самое лучшее, что будет. Но мы это посмотрим в дальнейшем, да, как я буду долго выполнять заданки на этом аккаунте. Пока вроде всё идёт неплохо. Пока вроде неплохо. Мы уже летим к майорчику. Я думаю, что даже на выходных можно будет тоже там покатать, пофармить. Может быть даже получится что-то, что-то апнуть. Там ещё заданка в ТДМке. Надо будет ТДМить, фармить в ТДМочке. 5 тысяч очков, чтобы получить дополнительно там и контейнер, и звёзды. Да, звёзды всё-таки мне тоже нужны, чтобы челлендж пройти, чтобы получить здесь дополнительный сотик танкоинов на аккаунт. Ну и, может быть, на спецрежимчике мы уже поиграем на этом аккаунте. Не знаю, если честно, насколько он будет профитный. Тот, который я катал на видос, который уже вышел на основном аккаунте. Там, конечно, жёстко можно было бы зафармить, да, но сейчас у нас уже, получается, переделали. И фарма у джиггернаута теперь такого уже жёсткого нету. А если бы был бы этот фарм, я бы покатал бы на этом капитане, можно было бы звание, знаете, как быстро набить. Там за один бой можно было бы по ползванки бить. Ну, кто-то, может быть, её и успел понабивать. Так, у нас осталось два флага. Два флага, и мы катку, получается, закончим за 9 минут. Да, даже при том, что 150 очков надо. Всё равно мы как-то довольно быстро всё это дело оформляем. А, ну и нам забустили, да, То есть, если раньше надо было поставить 20 флагов, то теперь просто 25 флагов. Не так много и больше флагов стало. С одной стороны. То есть, игра для атаки облегчилась. А вот для защиты... Ну, для защиты, с одной стороны, наверное, и так ничего сложного нету, если там нормальная команда, которая будет не давать увозить. А для атаки стало хоть попроще. 4 тысячи нам дают, нормально. 4 тысячи с половиной опыта, 4 тысячи кристаллов, хороший фарм. Да, хороший фарм. Выполняем сразу заданочку. Можно, я думаю, что сразу даже забрать приз. Где у нас тут приз? Заданка. Да, ну и контроль точек. Контроль точек. Ну, 80 тысяч урона. Ну, это не много. Потому что сейчас быстро всё это дело оформим. Без особых проблем. Сегодня забрал с магазина 2 тысячи кристаллов. Представляете? 2 раза по тысяче мне дало. Очень жёстко. Я, наверное, впервые это увидел. Что такое вообще может быть. Поэтому получилось тоже заработать. Очень не кисленько. Так, а сейчас, если я заберу ещё эти 2 заданки... О, так я получу 2 контейнера сверху. Ничего себе. У меня получается здесь 120. 120. Да, вообще супер. Сразу плюс 2 конта себе на базу заберу. Вообще супер. Супер. Кристаллы формятся. Мне только надо звание, ребяточки. Мне надо звание. И я думаю, что даже чуть-чуть подкачаемся мы на этих хэллоуинских скидках с Брутиком. Попробую дотянуть его там уже до какого-нибудь условного там 17-го, может, шага. Кристаллы у меня лишние будут. Я считаю, что можно-можно это всё дело подкачивать с дроном. Всё-таки дрон у нас сейчас не такие уж и космические деньги стоят. Я считаю, что можно будет его подкачать. Чтобы уже играть с фуловым Брутом. С фуловой, можно так сказать, расходочкой своей, да? Которая будет давать уже x2 хп и x2 урон. Против тех ребят, у которых дронов либо нет, либо они не качаны, это очень жёсткий буст. И он будет чувствоваться. Ну, в принципе, для всего этого дела я такую прокачку и произвожу. Так. Вот этого бы молодого унести. Терпясь, он не помирает. Жёсткий тоже какой-то качок. 5500, да, у него? ГСочка. У меня 4300 уже ГС на аккаунте. Тоже неплохая. ГСочка. Резистот шафта пока что только 20-ка. Но ничего страшного, мы скоро на 25-ку тоже уже упадём. Перепрыгнем. И там останется всего лишь 10% до 35-ти. А потом уже 35-ти. Можно будет качать арезы. Шафтов, конечно, стало поменьше у нас сейчас в матчмейтинге. Но они всё равно присутствуют. Они всё равно есть. Всё равно есть. Так. Давай, идиду. Ой, идиду. Теслу попробуем слить. Пробуем унести. Есть. И... По-хорошему, 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 мне надо больше урона. А если мне надо больше урона, то я бы, наверное, пошёл бы даже... Встал бы на ту вышку. Вот здесь вот есть такая вышка. Шикарнейшая. Не катался бы точки к точке. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нифига меня унесло. Поздно я заметил. Бомбочку сначала, как будто звука не было. Ну... Попробуем сейчас встать вон туда, где аптечка лежит сверху. Попробуем там постоять, покидать. Там, по сути, я могу и накидывать и на вражеский рез. Да. И могу накидывать сюда на B-точку. То есть у меня контроль точки будет хороший. Только надо сначала продавить её. А, идида со мной играет. Ласпик опять бомбу прожимает. На этот раз я уже под неё так глупо не подставлюсь. Так. Ну и теперь можно влететь. Идида. Идида уносит. Жёстко. Так. Забираем точку и сразу прыгаем сюда. На зону, да? О, поставим сразу здесь миночки. Если вдруг мне кто-то будет пушить. Чтобы у меня здесь хоть что-то было. Так. Ну и всё. На верх-низе. Отрабатываем. Ещё аптека сзади есть. Шикарная. Здесь вот так вот можно, да? Ещё тут кто-то не залетёл. Вообще, по идее, там можно накидывать плотно. Оп. Минку сал. Молодой. Молодой миночку решил покушать. Так, давайте так. Можно овердрайву дать. Хорошего контента. Так. С разворотика. Ой, хорошо! Крит! Залетел. Шикарный. Так ещё и тут с разворота можно. Если, типа, перестают ехать. Вон, это очень шикарная позиция. Можно попробовать очень много дать. Можно очень много попробовать дать. Ещё мин бы побольше сюда. В этот подъём бы накидать. Чтоб никто ко мне заехать не мог. Я думаю, что там со временем у типов начнёт сгорать, и они начнут меня пушить. Ну, ладно. Пока вкидываем просто миночки. Держим позицию. О, хорош! Молодец! Тиммейт красава! Раздал мне овердрайву так. Что тут? За молодой под стенкой был. А, он залагал. Или что с ним произошло? Андрей. Что с Андреем произошло? Не знаю, что с Андреем произошло. Походу, он залагал. Так, ну что. Я надеюсь на то, что меня сейчас пушить будет. Хотя бы, ну, потихонечку хоть. Кто-то сюда будет заезжать. Если будет заезжать, то мы будем контролировать. Так, мины рабочие. Рабочие мины. Их, кстати, даже почти не видно в этом подъёме. И подъёмы сделаны у нас в игре. Там, по сути, этих даже мин особо и не видно. Так, хороший урон. Сюда. Докидываем. Овердрайв у меня появился. Раньше за килл давало по 10% овердрайва. Теперь за килл дают по 6. Я так понимаю, что с дроном драйвер дают. Всё те же самые. 10. Да? Это, наверное, больше. На буст этого замечательного. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Блин, надо было овер прожимать. Надо было даже на себя соло жать. Ну ладно. Не захотел соло прожимать. С одной стороны, это правильно. Тиммейтам тоже раздать. С другой стороны, можно было там прожать. Стероих слить. Мамонт там наш хорошо поработал по левой зоночке. Сейчас попробуем раздать тиммейтам. И, может быть, может быть, кого-то успеют зацепить. Оп. Не попал. Это уже второй бискрита. Так, ладно. Давайте на позицию. Давайте на позицию. Надеюсь, что я урона нужного уже накидал. 80 тысяч. Надеюсь, что мне хватит урончика. Что-то как-то... Я думал, что здесь сейчас противник. Вот эту зону, где я стою, он будет прям жестко выпушивать. И у меня будет очень мало шансов на ее контроль. По итогу, что произошло? По итогу, все мои тиммейты приехали на эту зону. И все стало очень просто. По итогу, все превратилось в очень простой контроль. А я думал, что наоборот. Меня тут будет пушить. Меня тут будет уносить. И никто мне не даст контролировать. Так, они по нашему респу катаются. Наши точки забирают. Наши точки-то с респа точно? Тиммейты-то должны забирать. Правильно? Они-то заберут. Наша задача-то контролировать вражеские точечки. И вражеские будут под контролем. То победка будет в кармане. Правильно, правильно. Так, 29 на 3 у меня. Хороший счет. Сейчас через лево точно должны ехать уже оппоненты. Что наших. Уже не осталось. Здесь тиммейтов практически. Хороший урончик сюда, через эту стенку. Так, ну и вот слева уже едет один из пассажиров, которого мы уносим. Так, овердрайв раздаю тиммейту. И может что-то еще успею накинуть. Нет. Не успеваю с критом накинуть. И это победка. Досрочка! Вторая досрочка! 3705 тысяч опыта. Очень хорошие бои в плане заработка. Да, за два боя 10 тысяч почти опыта я поднял. Шикарно! Притом, что это досрочки это 10-минутные где-то бои. Я считаю, что это очень хороший бустик. И нам остается всего лишь 18 тысяч опыта. До следующей звонки. Надеюсь, что я заданки выполнил. Да, все заданки у нас выполнены. Кристаллы еще сверху зарабатываем. У меня уже становится 380 тысяч крит. Скоро я уже не буду знать, куда мне их девать. Но пока что я знаю. Пока что я знаю. Пока что я знаю, что мне надо еще приобрести. Чтобы у нас было вообще тут все супер круто и классно. Так. Ну и диктатора пока что у меня МК-5 до сих пор нет. По припасам. Что у нас по припасам? По припасам 380 аптек. Нормально. Я аптечки чуть-чуть поднабрал. И это очень хорошо. Так, а шафт? Шафт-рез тоже, да? Не открылся до сих пор еще. Хорошо. Дрон. У меня уже пошел на 12-й шаг. Ну да, я думаю, что где-то на условный там 15-й, 17-й шаг брута можно будет выкачать на скидочках и уже комфортно себя чувствовать по этим заданиям. Сейчас мы посмотрим. А, у нас еще недельный есть. О, я еще и недельный выполнил. Так это получается еще сюда бабки? Отлично. Сюда бабки, ребяточки. Сюда бабки. Сюда. У нас уже скоро челлендж пройдется. Ничего себе. Все как-то очень быстро у нас челлендж летит. Я прям не ожидал, что так быстро все у нас пойдет. Так, ну так у меня там уже контейнеров. Нифига себе, 21 контейнер, ребяточки. Ну нам надо лайки прожимать. Я не знаю, но это уже на 210 лайков тянет. Это прям конкретно. Я все долги отдал. Еще и у нас теперь есть переработка по контейнерам. Надо лайкозавров, значит, ребяточки, прожимать. Очень неплохих. Так, ну я хотел еще посмотреть недельные, да? Ой, не недельные, особые, особые. Особые, что у нас по-особым? По-особым надо много расходки прожать. 330 ддшек и 330 мин. О, мины это, конечно, габела. Мины это очень долго, если честно. Такое себе, такое себе, такое себе. Но я думаю, что можно будет их тоже все поражать. Но эти две, к сожалению, я не выполню. То есть три заданочки можно будет выполнить. Тдм-очку и вот эту вот расходку. Но этим, я думаю, что мы займемся уже на выходных на каком-то стриме по этому аккаунту. На этом все, ребят. Поддерживайте видос лайком. Каждый 10 лайков это один контейнер. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.